Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили и сегодня у нас с вами очередной мукбанг. У нас сегодня пельмешки, правда не видно, что это пельмени, потому что сверху здесь нарезала кинзу и прям посыпала. Получилось так, что кинзы взяла много, поэтому пельмешечки наши здесь закопанные, так скажем. Но от этого они становятся только вкуснее. Дальше у нас здесь, конечно же, мои любимые маслины, помидорка и вот напиток. Сегодня у нас особо обжираловки не будет, так немножко перекусим. Сегодня встала вообще поздно. Я пельмени варю долго. И они не разваливаются за счет того, что тесто хорошее. Рецепт я оставлю внизу, вы можете перейти и тоже готовить по этому рецепту. Там прям пропорции идеальные. Тесто получается прям вау. Макаем в майонез. У меня мама, например, с кетчупом любит, я люблю с майонезом. Здесь кинза и еще какая-то зелень. Не могу понять. Но пахнет обалденно. Круто пахнет. Сегодня хотела бы с вами поговорить на тему фамилий. Смотрела мою любимую передачу Дом 2. Там некоторые девчонки прям не хотят брать фамилии своих потенциальных мужей. Мне просто интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот вы бы взяли фамилию своего мужа? Или уже взяли? Кто уже замужем? До меня, честно, не доходила вот эта тема. Я безумно люблю свою фамилию. Я считаю, что она идеальная. Она редкая. Реально нигде до этого не слышала такую фамилию. Не в России, когда не жила. Кто не знает, я Аразва. В России было много фамилий. Назарова. Ну, Аразва нигде не слышала. Я, конечно же, с трепетом, с любовью отношусь к своей фамилии. Но когда я буду выходить замуж, я с удовольствием возьму фамилию своего мужа. А некоторые девчонки прям запариваются о том, что нет. Устраивают скандалы, что я хочу оставить свою фамилию. Кто-то это понимает. Кто-то нет. Там доходят до скандалов, разборки и все дела. У нас, например, в роду моя мама взяла фамилию моего отца. И вообще все так. Мне кажется, в Азербайджане очень редко можно встретить девушку, которая не взяла фамилию своего мужа. Хотя, по большому счету, это удобнее в плане документов, там, морока, все менять. Но все равно приятные хлопоты. Я раньше ела просто пельмени. Пельмени, майонез и маслины. А с зеленью и с помидорками вообще бомба. Майонеза должно быть много. Я вам рассказывала, мы один раз с Шелли. Даже, по-моему, влог есть. Да, 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 есть влог, как мы ночуем у Шелли. И она просто берет пиццу. Я не знаю, я это засняла или нет. В общем, мы приготовили супер жирную, калорийную пиццу. И Шелли взяла взяла, короче, майонез. И вот таким вот толстым слоем еще сверху пиццы, где до хрена сыра. Помазала. И начала есть. У меня просто челюсть отвисла, что, блин, здесь же столько калорий. Даже дело не в калориях. Просто это невкусно. Представьте пиццу такую жирную и сверху вот прям огромный слой, где-то, наверное, сантиметр майонеза. И Шелли с таким удовольствием съела. В то время, по-моему, я мукбанки даже не снимала. Просто блог был. Ночевку подруги. Как я скучно жила. Не снимаю мукбанки. Я очень люблю майонез. Если сравнивать сметану, кетчуп и майонез, я выберу майонез. А сырный соус, который я так обожаю, он мне поднадоел в последнее время. Ну так, иногда хочется. Но раньше я прям фонотела от него. Сейчас уже такого нету. Есть хорошо, нету. Но ничего, и ладно, да. Раньше мне прям фотографировали и в инстаграм выкладывали. Айка, я увидела тебя в супермаркете. Я такая думаю, что? Девушка отправляет мне фото сырного соуса от Слобода. Это реально было очень смешно. Встала сегодня поздно. Хотя вчера я вам снимала видео. Я досмотрела фильм, потом пошла искупалась и легла спать. То есть не поздно было. Максимум в час легла. А сегодня почти в 12 стало. Я бабушке говорю, что-то меня не разбудило. Она говорит, так я и не знала, что надо. Я говорю, конечно, надо столько дел. Как ни крути. Какое бы тебе крутое освещение бы не было, мне больше нравится видео именно при дневном свете. Но вот какая бы камера ни была, все равно дневной свет это другое. Камера моя тоже новая. Хорошо снимает, но в темноте плохо. В темноте любая камера снимает плохо. Есть специальные камеры, которые предназначены для того, чтобы снимать в темноте. Вот они в темноте хорошо снимают. Но я эту камеру взяла как бы на время. Она стоит недорого. Я собираюсь, конечно же, покупать Mark III. Как только границы откроются, как только папа будет приезжать, мы все это организуем. Я отправлю ему денежку, чтобы он мне привез эту камеру, потому что здесь ее нету и у нас дороже. Причем значительно дороже. Если бы было дороже например на 5 тысяч, но здесь цифры идут о 8 тысячах рублей. Правда это риск. Например, купил камеру, привез. Она не снимает хорошо или глючит. Хочу ехать обратно теперь. В этом плане немножко сложно. Но вообще я везучий человек в плане техники. Мне всегда техника служит очень долго. Насчет телефона я вам говорила, что он типа глючит. На самом деле, оказывается, я пальцем задеваю микрофон, так можно сказать. То есть я нечаянно пальцем задевала этот микрофон. Я думала, телефон глючит, оказывается, дело не в этом. Я неправильно беру в руки телефон. Но я не жалею, что я взяла камеру. Все равно камера снимает лучше, звук там чище, лучше. Так что все, что не делается, все к лучшему. любое дело требует вклада. Ты открываешь, например, ресторан, ты вкладываешь деньги. У тебя, например, хобби жить. Ты должна купить хорошую швейную машинку, потом какую-то другую хорошее освещение, не знаю, новые нитки, иголки. Кстати, читаю, я все комментарии читаю. Некоторые пишут, айка не лайкает. Когда я не лайкаю, значит, я не видела. У меня иногда бывает такое, например, да нет просмотров и 70 лайков. То есть, это глюк YouTube или, например, ноль комментариев. Потом эти комментарии, они отображаются, просто YouTube немножко глючит. Или иногда бывает, просмотры есть, ноль лайков, ноль дизлайков. Это просто иногда YouTube выпивает, но в таких случаях обязательно пишите в комментарии, потому что они потом, где-то через час, через полтора отображаются. Я обращалась в техподдержку YouTube. Мне объяснили, что это просто технические моменты. Надо учитывать, что на платформе YouTube очень много видео и вообще просто столько людей сидят, смотрят и все-таки есть перенагруженность в какие-то моменты. Я, например, когда видео суши, последнее суши опубликовала, я где-то час не могла опубликовать это видео. Не знаю, почему данные были неточные, короче, там целая была история. Я не могла никак опубликовать. пельмешечки, бомба. Просто кайф. Поэтому какие-то технические неполадки это бывает, это нормально. Я что-то хотела сказать, просто мысль потеряла. В общем, пишите комментарии обязательно. Даже если комментариев нету. Я все комментарии читаю. Если я читаю комментарии, я обязательно ставлю лайки. но посудите сами. Три видео в день, еще плюс все остальные видео 700, там тоже комментарии приходят. Немного не успеваю, потому что хочется напилить как можно больше контента. Все, уже ничего не осталось, только зелень. Чем я буду сидеть и отвечать, например, на 5 тысяч комментариев. Лучше я вам сниму новое видео. По возможности я стараюсь отвечать и я реально иногда так угораю с ваших комментариев. Приятно видеть людей с чувством юмора. Это всегда плюс. Сегодня тоже снимаю влог. вроде ничего интересного, но хочется, хочется снять влог. Он выйдет завтра утром. Не знаю, как там карты лягут, но я хочу сделать так, чтобы каждый день в 10 часов утра был мой влог. прям занятие как расписание. Опять же, не знаю, получится, не получится. мы будем сыраться. Было очень вкусно. сок бомба. Яблочный и прям, знаете, вкус яблока чувствуется. В общем, как-то так. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно, что каждый день вы смотрите мои видео и ставите лайки. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока!